В Сочи съехались 300 дзюдоистов из 22 стран, в их числе и российские спортсмены. Вот главный тренер нашей команды Эцио Гамбо собственноручно накладывает бин триумфатору игр в Лондоне Мансуру Исаеву. А это Тагир Хайбулаев, еще один победитель прошедших игр, о чем-то беседует с олимпийским чемпионом из Греции. В первый день работы лагеря дзюдо, как и полагается, на татаме вышли первые номера сборных. Столько чемпионов мира олимпийских игр одновременно спорткомплекс Александра Карелина, пожалуй, еще никогда не принимал. 300 спортсменов, это дзюдоисты высшего класса всего мира. Более 22 государств участвуют в этом мероприятии. И эта часть встретит их и уделит определенное внимание удалось нам только пансионату весна. Первые олимпийские игры все были построены на единоборствах. Мы поддерживаем это направление, наше предприятие работает, чтобы каждый год увеличился поток спортсменов, которые могут тренироваться на наших базах. Благодаря победам наших дзюдоистов на играх в Лондоне Россия возглавила тройку стран-лидеров дзюдо, обогнав сильнейшие японскую и монгольскую школы. Представители этих стран также стали участниками лагеря дзюдо, главная цель которого – обмен опытом в преддверии чемпионата мира. Он пройдет в конце августа в Бразилии. Мы счастливы, что здесь всегда очень хорошая организация. И даже погода всегда хорошая, когда мы приезжаем. Здесь мы готовимся к чемпионату мира. И в том числе этот турнир станет еще одним важным шагом при подготовке к Олимпийским играм 2016 года. К Олимпиаде мы должны подойти в лучшие сроки. Впрочем, во время работы лагеря спортсмены и тренерский состав не только обмениваются опытом, но и знакомятся с базой для подготовки российских дзюдоистов и дают свою оценку. Удобство – гостиница, зал, бассейн, море. Все рядом, все отлично. Только остается тренироваться. Лагерь дзюдо в спорткомплексе Александра Карелина будет работать в течение семи дней. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.